Красивые деревья придают участку не только декоративный вид, но и очищают воздух, создают уют на территории. Какие деревья садить возле дома, чтобы впоследствии не было аллергии и неприятных сюрпризов, а двор у дома выглядел уютно. Варианты деревьев и кустов. Из большого разнообразия кустарников и деревьев сложно сориентироваться и выбрать то, что подойдет больше. Остановимся на распространенных, неприхотливых кустах и деревьях, которые садоводы сажают на придомовых территориях. Прежде чем приняться сажать возле дома дерево или куст, важно учитывать приметы. Не все верит им, но часто именно они играют решающую роль при выборе растения, да и нередко посаженное не по правилам дерево может привести к беде. Тополь вызывает аллергию, а еще он и грецкий орех могут разрушать фундаменты и дорогу. Какие деревья можно высаживать у дома? Вишня. На востоке вишни связаны с оберегами, приносящими достаток и удачу. Это дерево, которое каждую весну радует густым цветением и сладким ароматом цветков. Оно неприхотливо к условиям, хорошо переносит затененные и солнечные места. Не требовательно дерево почве, можно обходиться без подкормок, если вы не желаете иметь большого урожая ягод. Если верить приметам, то костер, разожженный под вишней на даче, увеличивает материальное благо. Поэтому смело сажайте дерево в части двора, где будете делать шашлыки. Дерево старше порадует не только цветением осенью, но и обилием ягод летом. Зрелые плоды можно использовать для приготовления компотов, варенья. А ветки вишни подходят для ароматного чая. Для небольшого участка подойдет карликовая вишня. На просторном дворе дачи можно деревья посадить полноценные. Но только периодически подстригайте ветки, иначе они будут расти слишком высоко. Можжевельник. Красивые кусты можжевельника великолепно смотрятся. Это красивое растение может высаживаться на участке как в виде кустарника, так и в виде дерева. Все зависит от предпочтений. Издавна можжевельник считается мощным растением, оберегающим от злых людей и духов. Поэтому, высадив его во дворе, вы окажетесь под защитой. Можжевельник любит плодородную почву с перегноем, частые поливы и влажный воздух. Поэтому, если вы живете в сухом климате, постарайтесь хотя бы в молодом возрасте опрыскивать растения. Ветви и шишки можжевельника, как и ель, очищают воздух от ядов. Поэтому возле дороги или забора посадка такого растения наподобие ели – идеальный вариант. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые публикации. Всем пока!